Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Дракула История Любви, Ветка с Владом, глава девятая. Потоки черной воды стремительно заливали долину, вокруг царила паника. Когда мы добежали до зоны парковки, Милли и Илинка сразу прыгнули на заднее сидение пикапа. Сандра замерла у водительской двери. Я... я не смогу везти машину, у меня руки дрожат. Поведу я. Сандра, садись справа. Лил махнул мне рукой. Лая, тогда ты давай ко мне. Наконец мы выбрались на шоссе. Здесь тоже лил дождь, но к моему огромному облегчению самый обычный. Вовремя мы. Еще немного и там все размоет. Местность тут, конечно, сплошные природные аномалии. Дворники устало поскрипывали, размазывая по лобовому стеклу потоки воды. А я в который раз пыталась уложить в голове все произошедшее, но оно не укладывалось. Вскоре я оставила попытки и вдруг вспомнила свой вопрос, на который так и не получила ответа. Лео, так как получилось, что ты привез Влада на фестиваль? Как уже говорил, после визита к Редишу я поехал в замок. С виду там ничего не изменилось, и все же в этот раз он был другой. Не просто мрачный, а словно неживой, опустошенный. Снаружи я никого не нашел, ни на террасе, ни на кухне, и отправился внутрь. Там атмосфера была еще тоскливее, и тоже нигде никого. Я уж думал, придется уезжать ни с чем, как вдруг наткнулся на Валентина. У вас тут все в порядке? Где хозяин? Не в порядке. Хозяин плохо. Он рассказал, что как только мы уехали, Влад отпустил из замка весь персонал, а сам с тех пор сидит в какой-то зале и не выходит. Валентин показал мне эту комнату. Внутри было совсем пусто и тихо, только огромные часы на стене с надоедливым цоканьем отсчитывали секунды. Под ними прямо на полу сидел Влад, бледный, под глазами чернота, не человек, а призрак. «Влад?» Он медленно перевел глаза на меня. «Лео, я присел рядом. Паршиво выглядишь». Он бросил на меня едкий взгляд уставших глаз. «Почему ты ее выгнал?» «Так было правильно». «Не слишком ты похож на человека, который поступил правильно?» «Скорее на того, кто сделал ужасную глупость и теперь винит себя». «Лео, ежай к ней!» «За пределами замка опасность слишком велика». «Поедем вместе?» «Нет. Чем дальше от меня, тем лучше для нее. А тебе я доверяю». «К черту твое доверие!» «Если опасности правда серьезно, одного меня может не хватить». «Так что хватит болтать, поехали за ней». «Вот, мы еще обсудили картины Грэдиша, потом отправились к вам». «Опять разговоры про опасность, но в чем она?» «Вскоре мы приехали в селение Холодное. Летнюю кухню в доме Сандры освещала тусклая желтоватая лампочка. В ее свете лица казались восковыми, а вся обстановка унылой и безрадостной. Илинка торопливо ставила чайник на плиту, я и Милли сидели на диване возле испуганной Сандры. Она обхватила себя за плечи и слегка покачивалась, глядя в одну точку на полу. «Бедняжка, тепло обниму ее». «Сандра, мне так жаль!» Я взяла ее за руку, потянула к себе и нежно обняла. В ответ она обвела мою шею руками и уткнулась лицом в плечо. Ее тело слегка вздрагивало, и я почувствовала, как ткань одежды на моем плече становится влажной от слез. Я поглаживала ее по спине и шептала. «Ну тише, милая, все уже позади, мы здесь, с тобой». «Вы видели отца в эти дни? Общались? Может, ссорились?» Илинка грустно покачала головой. «Нет, с того дня, когда вы ездили в Брашев, он больше не появлялся, понятия не имею, почему вдруг». Милли посмотрела на нее с опаской, но в то же время явно сгорает любопытство. «Илинка, а что было на фестивале с тобой?» «Ты кричала про убийцу и так странно смеялась. Совсем как в тот день, когда мы с Лео впервые встретили тебя по дороге в холодный лес». Сандра подняла глаза на сестру. «То есть это уже было? Началось снова? И ты мне не сказала?» Илинка нервно дернула в руках кухонное полотенце. «Да, было. Но я думала так один раз и не хотела тебя волновать». «Подождите, было? Снова? О чем вы?» Сандра пристально и вопросительно смотрела на Илинку. Та тяжело вздохнула. «У меня с самого детства такие приступы. Их давно не случалось, я уж решила, совсем прекратились. Но, видимо, нет. Вообще, это не опасно, только выглядит страшно. Не опасно. Всякий раз после них случается что-то ужасное». Илинка покраснела и тихо прошептала. «Это не после них, а они случаются перед тем, как...» Влад, который до сих пор стоял в самой темной части кухни, шагнул вперед. Тусклые желтые лучи упали на его бледное лицо, придав ему совсем болезненный вид. «Не стоит здесь оставаться. Поедем все в замок». «Да, поедем. Я не могу здесь оставаться. Илинка, а ты?» «Илинка может поехать с нами». Девушка бросила на него короткий взгляд и сразу отвела глаза. «Благодарю, но мое место здесь. Если нужно будет, я приеду позже. А если отец явится сюда, если нападет на тебя?» «Меня он не тронет. Езжайте спокойно. Лучше позаботьтесь о себе». Все стали собираться, а я замерла в нерешительности. Мои глаза сами собой скользнули на Влада и встретились с его горящим взглядом. Он подошел ко мне. Вблизи его лицо казалось еще более измученным. Мне было почти больно смотреть на него. «Лая, поедем домой». «Забудь, пожалуйста, то, что я вчера говорил, и прости за это». Внутри меня все сжалось от его слов. «Он сказал домой. Какой у него грустный голос и лицо. Я бы хотела вернуться, но... Слишком много странностей, слишком мало объяснений. Я ведь не игрушка. Захотел – выгнал, передумал – позвал обратно. У меня есть чувства, а он их слишком больно ранит». Лио заметил мои колебания и подошел к нам. «Поедем, Лая. В замке будет безопаснее». «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, но я так думаю. К тому же, помнишь, грэдиш и картины. Он хотел, чтобы и ты присутствовала». Я тяжело вздохнула, задумалась и поняла, что нужно соглашаться. «Поеду, чтобы быть ближе к Владу. Я пока не готова забыть его поступок и снова доверять, но мне будет спокойнее знать, что он где-то рядом. Хорошо, поедем. Только возьму вещи и картины». Мы приехали в замок, а когда вошли внутрь, мне показалось, что его стены укутывают меня ощущением тепла и безопасности. Так странно, место, которое пугало, теперь кажется приветливым, даже уютным. Словно я и правда приехала домой. «Располагайтесь, отдыхайте». Его взгляд остановился на мне, словно пытаясь что-то сказать, но я отвела глаза. Влад пожелал всем хорошего вечера и ушел, а мы разошлись по комнатам. Оказавшись у себя, я первым делом решила переодеться во что-нибудь сухое. Так, изысканное платье. Черное платье. Ой, какое оно горячее, пикантное. Бантики такие прикольные. Так. А, есть простое еще, удобное. Ну. Давайте это возьмем, горячее. И причесаться. Длинные. Волнистые. О, а здесь я возьму короткие, да. Я их уже давно присмотрела, и мне нравится этот арабский тип лица с короткой стрижкой. После смены образа тело почувствовало себя лучше, но мысли в голове не давали покоя. Нападение Михая на Сандру, этот ужасный дождь, приступы Элинки, возвращение в замок. Вскоре я устала от размышлений, и чтобы отвлечься, пошла в библиотеку. Там было тихо, пусто, и будто само время текло медленнее. В воздухе витал особый книжный запах, смесь ароматом благородной старой бумаги, типографской краски и волшебства. Я задумалась, какую книгу выбрать. Мне понравились румынские стихи. Интересно почитать еще местные сказания и легенды, если они есть на английском. Вскоре я нашла нужный стеллаж, но, увы, там не было переводов, лишь оригиналы. Слова легенда и мифология оказались схожими в двух языках, но это было все, что мне удалось понять. Я все-таки взяла небольшой сборник румынских мифов, открыла, стала листать, и даже прочла название одной легенды. Мистер Алманоле? В тишине вдруг прозвучал голос. Тот самый, который я боялась и одновременно хотела здесь услышать. Лучший выбор, если хочешь понять душу румынского народа. Это главные и очень древние мифы, основа всего. Влад стоял в самом начале прохода между стеллажами, в паре метров от меня, а его лицо закрывало тень. Хочешь, я тебе почитаю и переведу? Мысль о такой возможности подняла торнадо в моем сердце. Да, очень. Но вот я опять не понимаю, почему она так отреагировала. Я так подозреваю, что она еще очень опасается своих чувств, тоже пытается в них разобраться. Нет, спасибо. Я услышала собственный голос, будто со стороны, как чужой. Хорошо, значит нет. Несколько секунд мы просто глядели друг на друга. Нужно уходить, хотя так хочется остаться. Я останусь. Так красиво смотришься среди книг, в своей стихии. Я молчала, прижав в груди книгу. Лая. Влад сделал короткий шаг ко мне, и от одного этого шага меня накрыло волной жара. Свет теперь лег иначе, ясно и открыто показывая его лицо. Бледное, словно истерзанное внутренней болью, но все равно такое гордое и сильное. Внутри меня всколыхнулся поток мыслей, таких неуместных, но неуправляемых. Как же мне хочется обнять тебя, гладить это прекрасное лицо, согревать холодные губы. Или просто слушать голос, смотреть на твою улыбку, чувствовать, что ты рядом. Зачем? Зачем же ты поступил так, что я должна запрещать тебе это? Мне стало страшно, что если он приблизится еще, я не смогу скрыть этих эмоций. Что он легко прочитает их в моих глазах, как всегда делал. Поэтому я тоже шагнула, но назад. Расстояние между нами не сократилось. Прости, прости, но я не могу подпустить тебя ближе. Это слишком тяжело. Его тело подалось чуть вперед, намереваясь сделать еще шаг. Но мое синхронно отклонилось назад, при этом пылая и изнывая по его близости. Заметив мое отстранение, Влад остановился и приподнял ладонь, показывая согласие с моим решением. Нет, не слушай меня. Просто подойди ближе, так, чтобы я почувствовала твое дыхание на своем лице. Он оперся рукой на стеллаж жестом человека, который не слишком хорошо себя чувствует. А потом заговорил, скользя мягким, обволакивающим взглядом по моему лицу и телу. Несколько сантиметров между людьми – это много или мало? Совсем недавно мне казалось, что бесконечно много. Но щедрым дается, у жадных отнимается. Я был слишком жадным, и сантиметры превратились в километры. Горькие уроки усваиваются лучше всего. Поэтому, когда километры вдруг сжимаются до пары метров, ты принимаешь это как драгоценный дар. Я почувствовала, как задрожали мои пальцы и сильнее жала обложку книги. Дар, за который безмерно благодарен. Он едва заметно улыбнулся самыми краешками губ. Эта улыбка и теплый, ласкающий меня взгляд стали резким контрастом на его утомленном лице. Как у нее хватает сил и воли сдерживаться? Ну, я не знаю. Я тоже девушка, и как бы все окружающие женщины, но зачастую нам очень сложно сдерживать свои эмоции. А особенно если это сильные чувства к мужчине. Я не знаю, она прям как самурай стоит и терпит. Ну, начнем с того, что она отказала ему, чтобы он просто ей перевел стихи. Лая, не мучай себя. Казалось, он собрал в себе самые последние крупинки света и с радостью отдавал их мне. Совершенно не заботясь о том, что сам остается ни с чем в полной темноте. «Что же с тобой происходит? Что за тьма тебя съедает изнутри? И могу ли я тебе помочь?» Я невольно подалась в его сторону. Но он понял это как желание уйти и сразу отошел, освобождая мне путь. Я покинула пространство между стеллажами и оказалась в свободной части залы. Все еще прижимая к груди сборник мифов, неуверенно подошла к двери. Но в этот момент то отворилось, заставив меня воскрикнуть от испуга. «Лая, ты вернулась?» Он натянутый улыбнулся, глаза его беспокойно сверкнули. «Что ж, рад видеть». «Добрый вечер, Ноэ». Он наглядел нас с Владом цепким взглядом, ловящим каждую деталь. И снова улыбнулся, теперь гораздо шире и натуральнее. «Решила познакомиться с румынской культурой? Очень мило. Жаль, без перевода, да?» «Ну, находясь в Румынии, найти того, кто переведет, не так уж сложно. Иногда достаточно оглянуться». «Что может быть романтичнее вечера на двоих с интересной книгой?» Шум дождя за окном, уютный плед. Он обнимает ее, она прижала щекой к его плечу. Он читает и, как опытный проводник, ведет ее по тропинкам истории. А она следует за ним, полностью доверяясь. Ноэ хихикнул и подмигнул мне. В общем, такие маленькие человеческие радости, доступные каждому, без денег и замков. Лицо Влада на секунду стало таким, что я испугалась, но тут же вспышка погасла. Впрочем, многим это слишком скучно. Хочется страстей и страданий. «Она красавица, он чудовище. И, конечно, только она может его спасти. Жаль, что получается это только в сказках. В жизни девушки, которые думают, что смогут изменить чудовище, потом сильно об этом жалеют». «Дверь отворилась. На пороге библиотеки показался Лео». «Привет. У вас все нормально?» Ну и радостно ухмыльнулся. «Лео, всеобщий любимец, свой парень, которому и девушку доверить не страшно». Лео смирил его прохладным взглядом, а я поспешно сказала. «Лео, я как раз собиралась уходить». «Отлично. Пойдем, провожу тебя». Он открыл мне дверь, но первым в нее вдруг выскользнул Нео. Вот это, конечно, оговорочка. Нео. Ох, да, один из моих любимых фильмов «Матрица. Привет». Мы вышли следом, и Влад остался в библиотеке один. Ноэ с недовольным видом поджидал нас в коридоре. Кажется, он еще не все сказал. Мои мысли тут же подтвердились. Он зашагал рядом, болтая самым светским тоном. «Я понимаю, почему тебя все любят, Лео. Ты заботливый, добрый, словом, удобный. Это мой выбор». «Прекрасный выбор, я бы сказал. Лучшая стратегия. И в делах это отлично действует, да?» «На что он намекает?» «Но, например, по работе нужно разузнать о каком-то человеке. Или использовать его в своих целях. Отличный способ сделать это – подружиться. Или даже завязать отношения. Так сказать, объект всегда под боком, плюс приятные бонусы». Ноэ бросил многозначительный взгляд на меня. «Ноэ, тебе заняться больше нечем? Ты вроде говорил, что приехал в Румынию по делам. Да, тут шаришься здесь по замку. Может, стоит к ним вернуться, а не приставать к людям с провокациями?» «О, воу, вот это искренность, леди!» «Что ж, понял. Не буду больше утомлять своим присутствием». Он откланялся и расслабленной походкой зашагал в другую сторону коридора. «Пока мы с Ли ушли к нашим комнатам, на меня почему-то навалилась тоска». «Эй, ты чего?» «Да ничего. Немного грустно, но скоро пройдет. Хорошего вечера, Лео». «Мы попрощались, и я вошла в свою комнату. Села на кровать в раздумьях, но тут же в дверь постучали. Лео?» Парень стоял на пороге с каким-то цветным пакетом. «Грусть отлично прогоняется вкусняшками». Он потряс шуршающей пачкой, в которой оказались какие-то снеки. «Из личных запасов. Там и соус есть. Сейчас организую тебе мини-фуршет и оставлю наслаждаться. Позволишь?» Я подвинулась, чтобы он мог войти в комнату. Лео потянул к моей кровати столик, изображая глантного официанта. «Изысканная подача и сервировка – половина секрета успеха блюда». Он ловко разорвал пакет по шву, превращая его в импровизированную тарелку. «Так, теперь соус?» В пакете оказался пластиковый контейнер, но едва Лео попытался его открыть, как... Ох! Крышка соскочила, и чай соуса оказалась на руках Лео. «Прости, можно я помою руки?» «Да, оттуда». Лео отправился в ванную, а я нашла салфетки и стала вытирать забрызганный столик. В дверь коротко постучали и сразу вошла Милли. Сестра держала в руках раскрытую книгу и, едва глянув на меня, тут же уткнулась обратно. «Смотри, что нашла! Так интересно!» И тогда над горами пролился черный проклятый дождь с лягушками и другими гадами. Точно, как было сегодня. «Это та книга про карпатскую нечисть?» «Да!» Первые данные о подобном явлении в Карпатах относятся к середине пятнадцатого века. Происходит оно крайне редко и каждый раз знаменует собой приход темного периода. Дверь в ванной открылась, и оттуда вышел Лео. «Что ты тут делаешь?» От неожиданности сестра выронила книгу из рук. Лео принес снеки, а крышка соуса слетела, и ему пришлось идти мыть руки. «Да». «То есть у вас вечер на двоих со вкусняшками?» «Да нет же!» Она сильно покраснела, резко повернулась к двери и выбежала из комнаты. «Милли!» «Может пойти за ней?» «Я пойду чуть позже. Сейчас она точно не захочет говорить. Пусть немного успокоится». Лео ушел к себе, а я, выждав около получаса, отправилась к Милли. Дверь оказалась открытой, а комната пустой. «Где она может быть в такое время?» Я постучала к Лео и Сандре, но сестры у них не было. В библиотеке ее тоже не оказалось. Меня понемногу начала охватывать паника. «Разделимся. Я посмотрю в правом крыле. А я в левом. Хорошо, я наверх. Мы разбежались в разные стороны. Она ужасно расстроилась, что увидела нас с Лео. Как бы не сделала какую-нибудь глупость. Я вообще не понимаю. Ладно, там по ветке с Лео он вышел без рубашки, и у них, ну, такая была немножко интимная атмосфера. И у нее такая была реакция. Тут реально он вышел, и они сразу ей сказали, тут просто вот он разлил соус, ну, как бы прямо в глаза. И, как правило, между братьями и сестрами, ну, я не знаю, как у вас, я всегда вижу, когда родные врут. Ну, сестра должна была увидеть, что тут реально ничего такого нет, это дружеские посиделки. А Милли точно так же отреагировала, психанула и убежала. Оказавшись на верхнем этаже, я в нерешительности замерла в большом пустынном коридоре. Куда? В какую сторону идти? Замок такой огромный. Добрый вечер, мисс. Увидев Валентина, я ухватилась за него, как за спасительную соломинку. Валентин, ты не видел мою сестру Милли? Да. Где? Говори же скорее. Она с мистер Ноэ. Что? Да, а не наверх, площадка смотреть. О нет. Сестра в подавленном настроении, и этот ловеласый провокатор, ох. Через секунду я уже мчалась наверх по винтовой лестнице. Почти на самом верху я оступилась, чуть не упала, а поднявшись сразу ударилась о кого-то. Лая! Милли, ты в порядке? Что ты там с ним делала? Сестра выглядела испуганной. Ее руки тряслись. Ноэ позвал меня смотреть дождь. Но я была расстроена и согласилась. И мы сидели там наверху, так романтично, красиво. Он тебя не трогал? Она отчаянно махнула руками. Нет, только говорил такие странные вещи, что надо ценить себя, использовать дар юности, и еще какая я красивая. И ты ушла от него, какая умница. Нет, прибежал Влад и набросился на него. Я сейчас боюсь. Он сделает с ним что-то ужасное. Они там? Да. Я велела сестре идти вниз, а сама побежала к смотровой площадке. У входа я остановилась на секунду, чтобы перевести дыхание, и прислушалась. Криков не слышно. Вообще ничего не слышно. Глубоко вдохнув, я поспешила дальше и увидела мужчин. Влад крепко держал Ной у самого края парапета, наклоняя его все больше над бездной. Выбрал слабое звено, самую беззащитную? Влад, ты начинаешь слишком о них переживать. Это всего лишь... Мои гости и друзья. Ха-ха-ха, друзья. Еще немного, и ты станешь считать себя одним из них. Но ты не они, не эти жалкие создания. Что же ты сидишь здесь среди жалких созданий и никак не уберешься во свояси? Тело Ной все больше опасно перевешивало за парапет. Пора вмешаться. Влад, прекратите! Лая? Он обернулся и с удивлением посмотрел на меня. Ной воспользовался этим, вырвался из его рук и отступил к стене. Ной, зачем ты привел сюда мою сестру? Лая, тебе лучше уйти. Но почему? Мне тоже интересно поучаствовать в вашем разговоре. Может, хоть что-то прояснится? Как круто! По пути удачи она совсем другая. Она просто спряталась, а потом послушно ушла. Тут прям молодец. Да, Влад, ты же честный парень. Тебе нечего скрывать от своих... друзей. Он поправил костюм, затем волосы и заговорил с каким-то нервным возбуждением. Сказать вам, зачем я здесь? Хотел посмотреть, как разобьются очередные иллюзии. Как же много их у людей. Любовь, родство, душ. Все о них говорят, но никто не видел. Может, потому что их нет? Люди примитивны. Ими управляют инстинкты и страхи. Все ваши чувства можно разобрать на два этих простых ингредиента. Неправда. Не у всех так. О, ну да. Это про других. А вы особенные. Ну и повернулся к Владу. Знаешь, мне даже жаль, что ты не можешь ее сейчас заполучить. Потому что если бы смог, быстро бы понял, что она такая же, как все остальные. О ком ты говоришь? Я хотела подойти к Ноэ ближе, но Влад загородил с собой путь. Отойди. Пожалуйста. Он повернулся и стал наступать на Ноэ так, что тот попятился и прижался спиной к стене. Влад упер одну руку в каменную поверхность прямо у его головы и заговорил почти спокойно. Но это спокойствие показалось гораздо опаснее гнева. Знаешь, что я сейчас чувствую гнилой запах лжи. Ты лжешь самому себе. Думаешь, что приехал сюда потешаться. Но я слишком хорошо тебя знаю и вижу, что-то задело тебя за живое. Неужели все-таки увидел здесь то, во что никогда не верил? Послушай меня. Ты знаешь, я хорошо к тебе отношусь и благодарен за помощь. Но то, что было сейчас с Милли, стало последней каплей. Неподходящее время для игр. У меня не так много времени и сил, чтобы тратить их на тебя. Просто убирайся. Исчезни. И останемся приятелями. Нет, друг мой. За тобой должок. Так что никуда я отсюда не денусь. Повеселюсь еще. На площадку вдруг выбежала Сандра. Лая, ты в порядке? Милли сказала, тут драка. Все хорошо, Сандра. Мы разговариваем. Влад обернулся к нам. Я вас очень прошу. Мне нужно закончить беседу с Ноэ наедине. Сандра, пожалуйста, уведи подругу. Сандра взяла меня под руку. Пойдем. Они, взрослые люди, сами разберутся. Нехотя и все еще оглядываясь на мужчин, я последовала за ней. Через несколько минут мы с Сандрой уже были в моей комнате. Хорошо, что с Милли все обошлось. Да, но мне не понравился разговор Влада и Ноэ. Может, не стоило их оставлять? Ты же не можешь все время бегать и за всеми присматривать. Договорятся, я думаю. Я посмотрела на нее и виновато улыбнулась. Прости, я опять со своими проблемами. Даже не спросила, как ты себя чувствуешь. Я нормально. Меня, конечно, напугал и обидел поступок отца, но... Все же, думаю, он не виноват. Он был словно в наваждении. Она подошла ко мне и взяла меня за руку. Знаешь, я очень рада, что мы познакомились. Почему-то, когда я общаюсь с тобой, у меня становится так легко и радостно на душе. И даже сейчас поговорила с тобой, и сразу легче. Я тоже рада нашему знакомству. Сандра задумчиво улыбнулась, отпустила мою руку и направилась к двери. Ну, я пойду. Спокойной ночи и отдыхай. Она ушла, но мне спать совсем не хотелось. Я решила заняться работой и достала картины. А через некоторое время... Ой, снова этот тяжелый момент, конечно. Боже, как бы набраться сил. Лалия попыталась открыть глаза, но получилось не сразу. Наконец, она с трудом разлепила веки, и мутная дымка перед глазами оформилась в комнату. Ах, где я? И что это на мне? Лалия с удивлением обнаружила, что одета в свой танцевальный костюм. А ее волосы и кожа источают новый удивительно тонкий и приятный запах. Вы себе представляете вообще, что вот она отрубилась, и что с ней сделали, не знаю. И она все это время лежала без чувств, а девушки ее вот мыли, обмывали, намазывали всякими маслами, волосы. Это как-то вот дико. Вот представить себе, что тебя эти девушки облапывали, обм... Фу, ну вот какое-то, ну... Это не просто зашли за границы, ну, твои личные. Просто перешли и там флаг поставили. Вот осознание, вот просто само противно. Я уже молчу, что может быть дальше. Какое-то ароматическое масло. Она испуганно оглядела помещение. Это была совершенно незнакомая ей комната. Не слишком большая, но очень дорого убранная. Большую ее часть занимала просторная ложа. Оно было услано шелковыми покрывалами и завалено подушками с роскошным золотым шитьем. Ух... Девушка стала лихорадочно восстанавливать в памяти последнее событие, пытаясь понять, как здесь оказалось. Но последнее, что она помнила, была ее собственная комната и обед, принесенный служанкой. Она вдруг ощутила в желудке неприятную тошноту и жжение. Я ничего не ела, только пила воду, а потом... Туда было что-то подмешано? Лаля подбежала к двери, дернула, но та даже не шелохнулась. Окна снаружи закрывали массивные кованые решетки. Я заперта в клетке. Неужели это Мехмед? Тело обхватило слабость. В голове что-то болезненно запульсировало. Нет, нет! Послышало шуршание в замке. Суровый стражник открыл дверь и впустил внутрь хрупкую девушку с подносом. Лале Хатун. Зара, где я? Зара поставила поднос, подняла на Лале полные печали глаза и зашептала. Вы в гареме, в особых покоях султана Мехмеда. Вас сюда доставили по его приказу и подготовили к сегодняшнему вечеру. Я ведь сейчас мало в гареме бываю, больше в школе, но тут случайно зашла и узнала. Сразу просила Гюль Хатун меня к вам в служанке приставить. Может быть, я смогу вам чем-то помочь? Мысли лихорадочно заметались в голове Лале. Что можно сделать? У кого просить помощи? Но чем больше она перебирала в голове имен, тем больше понимала, что никто из них не сможет повлиять на решение султана. Разве что... Халиль Паша. После Мехмеда он самый влиятельный человек. Но как лучше? Отправить Зару сразу к нему? Или сначала к Софие, чтобы та обратилась к своему отцу? Зара, пожалуйста, бегите к Софие Хатун, дочери великого визиря. Сообщите ей о моем положении и просите поговорить с отцом. Если он не сможет помочь, никто не сможет. Хорошо, Лале Хатун, я отправлюсь сейчас же. Она взяла ладони Лале в свои, сильно сжала их и поспешно покинула комнату. Зара и Софие подошли к кабинету Халиль Паши. Хорошо, что пришли сначала ко мне. Одну бы он вас не принял, слишком занят сейчас. У входа в ожидание толпились военные разных чинов и подразделений. Происходит что-то странное. Все такие взволнованные. Дверь отворилась, из нее вышел визирь и еще какой-то мужчина. Зара узнала в нем главу Яна Чар. Я понимаю ваше возмущение, но лучшее решение сейчас ждать. Мужчины попрощались, визирь повернулся обратно к кабинету. Отец? Девушка подошла к визирю и зашептала ему на ухо. Он слушал ее все более удивленно. Потом наклонился к дочери и удрученно покачал головой. Нет, милая, мне жаль, но я ничем не смогу помочь. Ты же видишь ситуацию. София вернулась к Заре совсем грустная и лишь развела руками. Сейчас слишком много проблем. Девушки уже собрались уходить, но вдруг кто-то окликнул их. София Хатун, Зара Хатун, что вы здесь делаете? Вы здесь по делам школы? Вас Ходжам Мустафа отправил? Нет, дело совсем другое. Зара пригнулась и с тревогой зашептала. Ваша подруга, Лале Хатун, попала в большую беду. А Лале не знала, сколько времени прошло с тех пор, как ушла Зара. Два часа или больше. За это время она успела перебрать сотни мыслей, но ни одна не показалась утешительной. Учитель, друзья, великий визирь. Даже если кто-то из них попытается помочь, им нечего поставить против власти султана. Скрип двери прозвучал, как приговор. Пришел момент, которого она так боялась. Султан был явно в благодушном настроении, на его лице играла улыбка. От ее вида тошнота Лале усилилась и подкатила к самому горлу. Мехмед хотел подойти к ней, но девушка вскочила, как ужаленная, и отбежала на несколько шагов. Боишься? Не надо. Рано или поздно это случилось бы. А я определенно лучший вариант для первого раза. Кто знает, какого мужчину тебе выберут в мужья. Может, даже не очень старого. Но уж точно не столь высокопоставленного, ведь выше просто никого нет. Вы худший вариант. Ни молодость, ни статус не перекроет ваше протухшее нутро. Мехмед стиснул зубы и засверкал глазами. Я думал, ты наберешься разума, но, видимо, нет. Какая же ты еще наивная. Может, надеялась сама мужа выбрать? Султан расхохотался. Он снова приблизился к ней, почти зажав в угол. Такая глупая, вздорная девчонка. Ведь я хотел быть ласковым с тобой. Но ты вынуждаешь меня к другому. Он раздраженно схватил попавшийся под руку подсвечник и швырнул его об стену. От грохота Лалия испуганно присела и задрожала. Резкими шагами Мехмед приблизился к ней, хотел схватить. Но она успела выскользнуть и метнуться в другой угол. Нет! Ты в запертой комнате, тебе некуда бежать. Во всей моей империи некуда. Нервными движениями он стал расстегивать пуговицы своей одежды. Наступив ногой на постель, прыгнув к Лали, схватил ее за руку и грубо бросил на шелковое ложе. сладкий, сладкий луком. Сегодня я буду пробовать тебя на вкус. Я даже готов обойтись без танца в этот раз. Приступим сразу к делу. Впрочем, не огорчайся, одним разом у нас не ограничится. Уж слишком ты мне приглянулась. Кто знает, может тебе повезет, и ты станешь матерью моего наследника, будущего султана. За дверью послышался грохот, а в следующий миг она распахнулась. Мехмед замер, прислушиваясь. Лали, мы здесь. Ой, каждый раз это прям до мурашек, боже, ребята. Влад и Аслан ворвались в комнату с обнаженными мечами наготове. Лали увидела, что за порогом лежит оглушенный стражник, а несколько служанок испуганно жмутся к стене. «Нет, как вы? Ох, что же с вами будет?» Девушка бросилась к друзьям и спряталась за их спины. Она была готова заплакать от радости, что видит их, а еще от страха за их будущее. «Вы подписали бессмертный приговор. Ваш шум, конечно, слышали, и с минуты на минуту здесь будет целый полк стражи». Мехмед кричал это, а сам все больше пятился к стене под остриями двух направленных на него мечей. Но словно в подтверждение его слов за дверью послышался топот, и в комнату ввалилась группа вооруженных янычар. «Схватить их!» Янычары угрожающе двинулись на парней. «Опустить оружие!» Все обернулись и увидели стоящего на пороге человека. «Ох, как же я рада видеть султана!» «Дядя Мурат!» Султан грозно обвел комнату взглядом и остановил его на ослане и Владе. «Вы ворвались в покой султана! угрожаете ему оружием и тем самым обрекли себя на смерть!» «Ах!» «И все ради одной маленькой девочки!» «Это достойно высшего уважения!» «А ты...» Его взгляд переместился на Мехмеда. Султан подошел ближе и вдруг наотмашь ударил сына по лицу. От такой силы Мехмед повалился на пол и пополз назад, держась за щеку. «У тебя в гареме сотни женщин, но тебе было мало. Ты хотел оскорбить девушку из собственной семьи, нарушив все мыслимые и немыслимые правила. Я надеялся, за эти два года ты поумнеешь, но что я слышу? Жалобы на произвол со всех сторон, Яны Чары, вся армия на крайне восстания. Так вот, с сегодняшнего дня ты больше не султан. Я возвращаюсь на престол, а ты туда, откуда прибыл. И ты не вернешься до тех пор, пока не станешь достойным носить звание падишаха. Вот так. Гуччи-гуччи флип-флап, так, знаете, со слезами на глазах. Я очнулась в каком-то очень тревожном состоянии. За окном гремел гром и сверкали вспышки. Еще ночь и опять гроза. Я встала, потерла глаза и устало побрела кровати, намереваясь лечь и продолжить сон. Но вдруг увидела какой-то предмет почти под самой кроватью. Это книга Милли. Точно, она же выронила ее сегодня. Книга была старой, но удивительно хорошо сохранившейся. Я провела рукой по шершавой обложке. Нужно будет завтра вернуть сестре. Я хотела положить ее на столик, но вдруг услышала какой-то звук. Глухие толчки и едва различимые стоны. Что это? Откуда слышно? Первые мгновения я не могла понять. Звук был где-то в комнате, но в то же время будто не в ней. Я прошла по периметру, прислушиваясь каждому углу, и остановилась у стены возле входной двери. Кажется, отсюда. Я положила ухо к стене, но звуки не стали яснее. Тут ничего нет, может это снаружи? Шум был такой странный и пугающий, что я не могла его игнорировать. Меня непреодолимо тянуло понять эту причину. Я осторожно открыла дверь и выглянула в холл. Все было тихо и спокойно. Подумав секунду, я вышла из комнаты и стала осматривать стену снаружи. Теперь наоборот, казалось, что звук идет изнутри. Он как стуки и стоны теперь слышно намного дальше, и я шагнула вслед за ними. Все же это не здесь, они доносятся откуда-то. Мне было страшно, но что-то внутри настойчиво заставляло меня идти вперед. Я положила руку на стену и прислушиваясь пошла за звуком. Книгу, которая все еще была в моих руках, я сунула подмышку, чтобы не мешала. Шаг за шагом меня хватил какой-то странный азарт, и вот я уже почти бежала. Мой мозг был так сконцентрирован на звуках, что я не замечала ничего вокруг. В какой-то момент я сделала над собой усилие и оторвавшись от звуков огляделась. Я не знаю это место. В этой части замка было особенно мрачно и темно, потолки были низкими, несло запахом сырого подземелья. Пугающие тени от скудного освещения растягивали свои лапы по стенам. С моих глаз будто упала пелена и теперь стало по-настоящему страшно. Господи, как я могла прийти сюда? Это так глупо и опрометчиво. Но я была там, где была, и с этим нужно было что-то делать. С площадки, на которой я оказалась, вело три хода, все узкие, темные. Я совершенно не понимала, из какого пришла. Ох, в какой пойти? В третий. Затаив дыхание и дрожа всем телом, я осторожно шагнула в третий коридор. Темнота не позволяло мне разглядеть его дальше десятка метров. Шаг второй, третий. Что такое? Я вдруг поняла, что не могу пройти дальше, словно передо мной невидимое препятствие. Сделав несколько шагов в сторону, я снова попыталась пройти вперед, и снова уперлась в стену, которой не было. Как странно, нужно идти назад. Я быстро развернулась и бросилась назад, но и тут была преграда из непроходимого воздуха. Нет, нет, нет. Вправо, влево, назад, вперед. Десяток попыток, хода не было. Я словно оказалась в незримом кубе ловушки, из которого нельзя было выбраться. Меня хватило паника, я обняла себя руками, опустилась на пол и закричала. Вдруг послышались какие-то шорохи. Факелы на стенах замерцали и потухли, погрузив меня в полную тьму. А? Но тут же они вспыхнули с новой силой, осветив коридор гораздо лучше прежнего. Я услышала звук спешных приближающихся шагов. Лая. Влад? Своим появлением он словно рассеял странное наваждение. Мне сразу стало легче, будто до сих пор ничего не было. Я с удивлением посмотрела вокруг, рядом валялась книга. Подняв ее, я встала на ноги. Как ты сюда попала? Ночью одна в подземелье? Его голос был злым, но еще больше встревоженным. Я не знаю, ноги сами привели. Сами? Ладно, идем. Он повернулся спиной и зашагал вперед. Я поспешила следом. Влад, я слышала звуки в стене и пошла за ними. Он обернулся, не переставая идти. Звуки? Да, стоны и толчки. Что это может быть? Возможно, тебе показалось. Он снова отвернулся, мною овладело жгучее неприятное беспокойство. Захотелось еще поговорить с ним, чтобы разогнать это тягостное молчание. Влад, чем закончился ваш разговор с Ноэ? Надеюсь, вы помирились? Он ответил, не оборачиваясь. Ноэ уехал. Он больше не появится в нашем замке. Но мне очень нравится, когда звучит фраза «в нашем замке поехали домой». Вот действительно, может, они там жили в прошлом? Ух, хочется уже поскорее новые серии узнать больше историю именно Лале, Влада и Аслана. Ох, блин, как же я люблю Дракулу. Друзья, напоминаю вам, что плейлист этой истории, да, где идет как ветка с Лео, так и ветка с Владом, если вдруг кто-то впервые смотрит мое видео, находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной, а с вами была Алиса, до встречи в следующем видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok